Управлять трудно. Любым коллективом. Мне надо было стать руководителем тех, с кем я училась, с кем я начала первые шаги делать в театре, проработав уже какое-то время и так далее. Первое время я вздрагивала, когда меня называли Галену Борисову. Это было для меня сложно. Все лозунги быстро забываются. Вот что было самым трудным? Научиться говорить «нет». Нет, ты не годишься на эту роль. Не можешь ты это играть. Это не твое дело. Это самое трудное. Я вообще люблю футбол. Мне прежде всего интересна командная психология. Она рождает какие-то определенные абсолютно отношения. Никакой гениальный футболист, никакой один не создаст настоящий футбол. Если ему не дадут правильный пас, если в это время вратарь не будет вести себя так, как на то же самое и в командной психологии на сцене. Для меня главное – это человеческие отношения. Иногда я могу крикнуть, иногда могу заорать, иногда могу поцеловать и приласкать, и пожалеть. Я знаю всех по именам, и уволила я, выгнула, можно сказать, за свою вот эту длинную жизнь в этом кресле одного человека. За то, что он отменил спектакль, сказав, что болен, мы выяснили, что в этот день он играл, в этот же день, он играл в интерпризе, ну где ему там платили, не знаю сколько. Утром он уже не работает, все 30 минут. Все. Это было единственное и совершенно как бы бесповоротное решение. Мне надоело принимать вот этих молодых режиссеров из рук вот тех, кто определяет, он гений, этот барахло, это не годится, а этому вообще давай крылья сразу пришьем. И он будет у нас дежурный гений. Вот. Меня это уже просто достало. И я сказала, все, идем в ГИТИС, берем молодых ребят и даем им возможность поставить такой эскиз спектакля. Не могу сказать, что мы выловили в этом пруду много золотых рыбок. Нет. Но опыты будем продолжать. На ваш взгляд, лидер в театре, кто главный лидер? Нет, ну лидер обязательно, это, конечно, режиссер. На ваш взгляд, там три каких-то основных, не знаю, лидерских качества. Иметь чувство долга, любить людей, уметь говорить «нет» при этом. Сколково.